И последнее. Старейшие династии Приволжья раскрыли секреты своего успеха. В Нижнем Новгороде прошел интернет-марафон, направленный на пропаганду среди подрастающего поколения положительного опыта и традиций трудовых семей. Самой многочисленной и продолжительной оказалась династия Горьковской железной дороги. Подробнее в репортаже наших коллег. Собрать трудовые династии города – идея администрации Нижнего Новгорода. Трансляция проекта идет в бескрайних просторах интернета. Аудитория марафона практически не ограничена. Горьковскую железную дорогу представили две семьи. Одна из них – династия Стояновых, абсолютный рекордсмен по всем параметрам. 41 человек из четырех поколений связали свою жизнь с Горьковской магистралью. Общий трудовой стаж – 931 год. У нас трудолюбие на первом плане. Всегда все трудолюбивые, очень трудолюбивые. Конечно, на железной дороге все хотят работать и работают. Трудолюбие на первом месте в нашей семье всегда. Потому что от и до сидят и задерживаются на работе все всегда. И как бы ничего за это не требуют никогда. Очень ответственные люди. Понятно, что династии собрались не в полном составе. Однако их представители готовы отвечать за свою большую семью, не боясь грузоисторической ответственности. За несколько часов марафона гости студии обсудили множество вопросов от проблем современного института брака до возрождения духовно-нравственных ценностей. Горьковской магистрали в этом плане есть чем похвастаться. На Горьковской дороге около 200 династий. Обязательно мы показываем, что у нас эти династии есть. И гордимся этими династиями, людьми, которые создали эти династии. Они являются ярким примером для подрастающего поколения, для того, чтобы сориентировать дальнейшую судьбу, дальнейший их выбор по профессии. Одновременно с интернет-марафоном открылась и фотовыставка династии, где можно было увидеть все поколения заслуженных работников, вплоть до основателей трудовой семьи. За черно-белыми, потертыми фотографиями уважение, память и любовь к профессии, верность которой хранят на протяжении долгих лет. Вообще в нашей династии три поколения и нет такого, чтобы настаивали, что обязательно дети или внуки, правнуки должны идти учиться на железнодорожниках, идти работать на железнодорогу. Нет, это как-то само собой. Вот так само собой стальная магистраль привязывает к себе людей поколение за поколением, обеспечивая работой, наполняя жизнь любовью к родному предприятию.